Ну что, товарищи, это свершилось! Охренеть! Разработчики анонсировали новое дополнение с курортами и путешествием. Ну что, ребята, разработчики у себя в Твиттере анонсировали новое дополнение, где показали главный, ну, обложку нового дополнения. Я в диком шоке, потому что это самое лучшее дополнение в этом году. Оно невероятно крутое. Всякие путешествия на Бату, компактная жизнь просто идут нахрен, потому что вот это, это то, что мы с вами ждали очень долго. Курорты. Нас вновь разработчики возвращают в Китай. Вот по этой картинке это заметно. Мы снова отправляемся в китайскую провинцию. Также мы можем кататься с детьми на санках, кататься на сноуборде. У меня вопрос, сноуборд это что-то, ну, как бы, также привязано к какой-то площадке для катания на сноубордах, как это было в Sims 3? Или же мы сможем кататься абсолютно свободно по сугробам? Вот, и разумеется, наконец-таки наши разработчики, наши симы, наконец-таки просто отстанут от скалодрома, который пришел с каталогом фитнес, и смогут лазить по нормальным горам и отправляться в походы. Это просто великолепно. Ребятушки, новое дополнение будет называться Снежный, как-то, Снежный побег. Это охренительное название, как мне кажется. Ну, мне кажется, в российской локализации оно будет немножко, ну, по-другому звучать. Но все же, Снежный побег. Мы с вами отправляемся на курорт, где наши симы смогут здорово, наконец-таки, провести время с семьей. Это невероятно круто. И также, буквально две недели назад, в интернете, я вам уже в предыдущем видео об этом рассказывал, сливали якобы карту и значок нового дополнения. Тогда никто не поверил и сказали, что это фотошоп, что реально было фотошопом, потому что туда прифотошопили американскую блогершу, которая не сливала этот контент, которая не показывала его. Это был реальный фотошоп. Но значок дополнения, который там показали, вот на этом вот загрузочном экране, он настоящий. Вы смотрите на этот значок, и вы смотрите на значок, который на официальном постере. Это один и тот же значок дополнения. И тогда получается, что карта городка, вы можете видеть ее сейчас на своих экранах. Это новый городочек, который пока непонятно, как он будет называться. Новый городок, в котором 15 жилых, я так понимаю, участков, если можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот это что такое, не знаю, то ли это участок, четырнадцатый, то ли что. Ну, походу, тут примерно тринадцать-четырнадцать участков. Тут есть и китайская тематика, тут есть и обычный, такой мой, жилой район, и горнолыжный район. Только вот теперь вопрос, это будет жилой город, или же этот будет город курортный, что, в принципе, с дополнениями курортных городков еще не приходило. С дополнениями обычно приходят жилые городки. Вот, тут вопрос, жилой ли это городок, или же он курортный, и вы сможете туда отправляться, и, допустим, снимать какой-нибудь отель, например. Почему бы и нет? Это было бы очень здорово. Тут вот есть участки, возможно, какой-то из этих участков является отелем. Все возможно, или где-нибудь вот тут вот. В принципе, было бы здорово. По-моему, вот у этого участка, вот у этого какой-то новый значок. В принципе, завтра уже в трейлере, завтра разработчики уже покажут трейлер, и мы с вами все узнаем. Будут ли отели, или же не будет отелей, но, блин, новое дополнение, посвященное зимним курортам. Это очень круто. Фанаты в Твиттере просто все пищат от восторга, потому что самое лучшее дополнение, которое выходило в этом году. Очень круто. Нереально круто. Мне кажется, даже это видео монтировать не буду. Мне надо музыку наложить вверх, а то сижу в включении. Вот, ребят, ну что, ставьте лайки этому видео, если оно вам нравится. Если вам нравится эта новость, новое дополнение про зимние курорты. И, пожалуйста, не нужно писать о том, что дополнение времена года тут же пошло в сраку. Нет. В дополнение времена года очень много своих плюсов. И различные сезоны, и мероприятия, праздники, и так далее. Там все очень качественно проработано. И запихнуть туда большой упор на горнолыжку для Sims 4 было бы слишком многовато. Вот. Поэтому новое дополнение, которое посвящено и горнолыжным, и каким-то экскурсиям, судя по всему, по китайской местности, и катание на санках, и... Короче, это очень круто. Очень здорово. Я безумно жду завтрашний трейлер, который будет в 6 часов по московскому времени. Поэтому нажимайте на колокольчик, дабы не пропустить самые свежие и интересные новости из мира The Sims. Но, разумеется, ждите новости. Новости, новости ждите. Все. Всех люблю. Всем до скорых встреч. Спасибо за просмотр. Всех обожаю. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого дополнения. Мое мнение вы услышали. Я его безумно жду. Наконец-то классный топ Sims 4 в 2020 году. Потому что 2020 год, ну, такое себе, знаете. И это дополнение может украсить этот год. Все. С вами был Сергей. Всех люблю. Всем пока-пока, мои хорошие. Увидимся уже завтра вам в обзоре трейлера и в свежем выпуске новостей. Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.